Всем добрый день! Сегодня 17 октября 2016 год. До этого было видео снято в этот же день, проход от Тикитака до моря. Сейчас от этого же места я пойду в сторону Юнги, снимая все на своем пути, показывая вам. У нас сегодня идет первый снег, с чем всех поздравляю. Вот видите там на заднем фоне горы, горы, горы Анапские. Если приблизить, можно будет рассмотреть. Я вам сейчас с другой камерой это обязательно сниму. В общем, приятные прогулки. Пойдемте. Вот я как и обещал, показываю вам горы, которые стоят в снегу. У нас тут возле побережья как бы снежочек подрастал. И вот еще очень одна красивая, смотрите как это море парит. На камере конечно не особо так видно, но там стоит такая дымка очень красивая. Ну, такой штиляк, такой шум прибоя, красота. Хочется, вот прям хочется гулять. Не особо есть бешеное желание сидеть дома. А вот хоть и холодно, но море мне прям сегодня тянуло. Быстенько поделал все свои дела, которые у меня были с утра. Да, все сложилось хорошо и теперь можно прогуляться. Вот как раз получается где-то уже два дня прошло после шторма. Куча ракушек, рапанол. Вот смотрите. Сразу одна ракушка, вот не ракушка, вот он рапанчик. Один, рядышком с ним, второй. У них честно очень-очень много. Вот смотрите, третий. Это, вот смотрите, целые залезы. Один, два, вот-вот-вот-вот они. Он еще два лежит вон. Еще-еще их очень много. Жалко, что маленькие. Здесь вот, смотрите, прям, я не знаю, прям вообще жесть. Все в этих рапанах. Прям рапанное царство. Смотрите, нереально много. Я думаю, и практически все пустые уже. То есть уже кто-то достал и съел. Наверное, пособирали, в этом месте их, может, чистили. Водичка нереально прозрачная. Не знаю, по теплоте не хочу трогать рыбы. У нас сегодня прохладненькое такое состояние воздуха. Рыбаки на пирсе тусуются. Как будто ловят. Совсем, ну как, не совсем, немножко, да, ну как-то, что врать буду. Короче, это вообще другой пляж, надо сказать, по отношению к тому, который у нас, видите, о, сирены-мигалки звучат. Посмотрите, вот там бархан, да, высоченный тоже в джемоте. И сразу же, чук-чук-чук, и море. И за этим барханом уже строение. Уже строение вылазит даже перед барханами. Ух ты! Смотрите, какого краба. Мы обнаружили, правда, он уже не дживой, но практически такой, который меня пытался сожрать. Ну, может, его море, может, там его кто-нибудь съест. Почему тут будут валяться без толку? Ух! Вчера, наконец, я совершил свою первую пробежку. Себя уломал вечером, пробежался. Поэтому сегодня я решил еще и пройти прогуляться, потому что ноги забились. Надо им чуть-чуть дать разгрузочку. Ощущения классные. Чувствуется, насколько я потолстел. Жесть! Каждый килограмм раньше там. Весил, кстати, 135, по-моему. Сейчас 100, 103. Вот 3-4 килограмма я набрал. Пошел бегать, потому что нереально. Уже их чувствую, что тяжесть в движениях. Надо двигаться. Кстати, очень много. Вот смотрите. Многие спрашивали, как выглядит миди. Я показывал в один сфере. Вот ракушечка от миди. Рапанов. Кстати, все так же очень много попадается на пути. Вот, кроме Рапанов, ничего интересного не встречало. Майонез, кто-то где. О, туалет. Центральный, наверное. Вот это, по-моему, здесь не ошибаюсь. Вот здесь сейчас человек идет. Выход, проход от моря Фея-2. Мне его тоже, кстати, просили снять. Как-нибудь приеду и сниму его. Блин. Вообще, такие маленькие рапанишечки. О, очень много, очень много. Вот он, как он выглядит. Красиво, наверное, в таком номере, да? С какими-нибудь разными стеклами смотреть на море. Вот джематинский. Один из джематинских пирсов. Там, с той стороны, два их осталось. А вот один здесь. Никакой оплаты, как вы видите. Приходи, выходи, смотри там. Если тебе это надо, без проблем. Не то, что. У нас, видите, дело 150 рублей. О, насколько вот кто знает, может, вот это, говорили раньше, по-моему, скаты, то, по-моему, этих неличинки, как икринки там свои оставляют и вот размножаются. Если кто-то, может, знает, напишите в комментариях. Скаты, да, по-моему, скаты, скатики, которые, бля, характерны вкус от ушек под ногами. На пирс идти что-то я не гори с желанием. Пойду, наоборот, лучше туда дальше. Там интересно происходит. Там вообще, я сегодня не хочу это залить. Больше никого. Ты чуть-чуть вот вначале глянем. Как оно здесь выглядит. Ну, мы в это время, раньше, вот он, пирс. Тут даже, я так понимаю, можно было на него на чем-то заехать. Кто-то его отредактировал. Не пойду на пирс и попёрся. Там себе противоречит, называется, человек. Интересно посмотреть, да? Вода мутноватая, я бы сказал. Купание запрещено. Наверное, спишься. Я вот уже в открытом море. Ух, как это плавает. Вода мутная. Особо там ничего не разглядим. Тут, тут, тут. Никого не плавает. А кого ловите? Лосик камбала такой. А есть вообще кто-нибудь же? Вон, как в бедре, и я, и мужик кто-то одного. Есть, Лосик и камбала? Можно посмотреть? Лосик и камбала, и есть. Пойдём посмотрим. Лосик и камбала, говорят, и милиция. Видите, в прохладной воде выводится. Надо заснять обязательно. Я прям, как истинный любитель рыбалки не могу это. А, такой маленький. Вон он. Это лосик, получается, или как там, бывает, морские языки называют. Чуть, понял? Это что, по дну поймать, столько удочек. Ужас. Истинные любители рыбалки. Вон, тут покрупнее. Он боится, истинный. А? Он на град не боится. Да. Вас не боится, фотографии боится. Ладно, пошлите гулять дальше. Не будем мешать рыбакам. На хамсу ловят. Ту, которую видели, спас. А теперь на неё... Её выловили. И лосика на неё. А, что же, кстати, не было. Бывает. Так. Так. Ну, что, двигаемся дальше. Лосик пугается фотографией. В основном, я вас на видео снимаю. И... Погнали-ка мы... К Витя-зиллу. Ну, смысл такой рыбалки, кстати. Закинул, подождал, вытянул, проверил. Попался, не попался. Повезло, не повезло. А лосик, он сейчас выходит на миляк. И как бы греется на солнышке, типа. И кормится. И заодно вот хамса им попадает на крючках. И туда лезет. Камбул, правда, давно не видел, что кто-то ловил. Но лосики есть. Всё так же продолжает удивлять количество ракушек, рапанов. В общем, погнали-ка мы посмотрим, что у нас в тех краях. Ну, кстати, я вон отсюда вижу. Практически, вон они, зелёные крыши. Это у нас пансионат Вселенная. Видать, со всех сторон. Так что, думаю, я смогу победить это расстояние. Окончательно не замёрзнув. И доставив вам то эстетическое удовольствие прогулки по зимнему. Вот, реально по зимнему. Ещё хочу прийти на море и снять обязательно, когда выпадет снег. Посмотрим, как оно у нас будет выглядеть. А ещё есть иногда такие ситуации, когда идёт дождь, потом резкий холод, и башханы покрываются ледяной коркой. Их можно просто реально садиться на попу и кататься. Ах, ах. Он тоже кто-то гуляет, мёрзнет так же, как и я. Всё, надо брать с выпасами на перчатки, потому что всё хорошо, всё это впимо. Так как идёшь, но вот руки отмораживают, если так, нереально. Чайки. Ой, 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 ой. Сильно мягкий кусок. Буксовать начинаю. Вот, смотрите, чайки. Вот какие-то маленькие миликации издалека. Что они маленькие. Вот, кстати, take a photo. Есть. Есть. Всё, пару фото взял. Одну выберу. Для заставки фасэна забыл. Ух ты, смотрите, как красиво. Такая вот ракушечка. И всё так же, вот куча просто рапанов, все любители ракушек. Наверное, я вот когда было время шторма, видите, дела, их там не было в таких количествах. Ну, может, он только начинался. Ещё и ночью, в общем, ночью достиг там более такой, своей силы. Есть на выкидывал. Вот ещё, смотрите, краб. Он тоже дохлый. Просто их, ну, вот нереально много рапанов. Ну, кстати, это что-то, типа кусочков пемзы. Такая-то она. Раньше вот часто можно было найти на море куски пемза. Валканических пород, которым, ну, можно было пользоваться. О, ещё детский кроссовок. Не могу понять, как люди теряют обувь. Ещё крабик. Ой, смотрите, их тут тоже целая эта куча крабиков. Клесили. Жесть. Чё только не повыкидывать. Ого, это был вообще монстр. Видите, часть его осталась. И полетели наши чайки. Вот вторая часть. Может, чайки, кстати, и расприпали. Вот не вижу ракушек от крабиков, отшельников почему-то совершенно. Хотя, я думаю, они раньше вообще чешили просто морем. В этом году, когда глубоко провал сваски с масками, я их нашёл всё-таки. Нет, там чуть-чуть живут ещё. Ещё не совсем всех. О, смотрите. Просто нереально много рапанов. Крабы тут вообще какая-то мини-свалка. Куча крабов. Походу, весь мусор на дне отлежал. Его именно в этом месте выкинуло волнами. Буйочки какие-то стоят. Видите, сто процентов сеточка. Она нервничая. Вот, продолжается. По правой, что вы? Смотрите, вот он. Гостиница. И вот оно море, да? Ну, тупо стоит на песке. Всё нормально. Никто ничего не видит. Потом придёт какой-нибудь нормальный гадоначальник. Замучается всю эту реномантию куда-то переносить. Рушить. Пока это придёт, нас тут всё уже перестроят. Деньги свои отобьют. Будем потом жить дальше. Жалко, не видно. Такие мелкие снежинки. Они все летят в сторону моря. Ну, от них ни толку, ни пробку. Ничего. Вот очень жаль, что, конечно, хочется... Ну, вот видно, да? Такая белая пелена. Я её приближаю. Она так не выглядит, как море парит красиво. Ну, до 15 минут гуляю. Плюс 10 минут там. Нормально. Ну, осталось немножко. Скоро мы будем уже, надеюсь, подходить к Юнге. Опять, что-то мне кажется, это не так. Мне ещё чапать и чапать. В общем, готовьтесь к долгому шуму прибоя. Бормотайте моего голоса. Ну, либо просто выключайте звук, включайте музыку. Ослаждайтесь прогулкой по морю. Ну, ещё, вот, живой тропанчик, мы его отправляем в море. Надо отползёт сам. Попадаются, видите, живые ещё. Ну, это вот, честно, очень мелкие. Раньше выкидывал рапаны, выкидывал их крупными. Ну, может, зимой ещё шторм будет, который там, из далёких далий. Пригонит рапанчиков. Вот тоже живой. Живой-то, видите, ну, кто-то сидит. Маленький такой. Как давно я не ел фалат, рапанул. Боже, вкусно. Надо как-нибудь летом замутиться. Поплыть, половить. Поискать более крупную особи. Топки мучают. Тепло, холодно. Вот, смотрите, выход. Ещё один. Диматэ пляж. Так, и вот, походу, я уже, наверное, подхожу к центральному пляжу на Диматэ. Да, я прямо увижу какие-то будки среди блоханов. Это сто процентов он. Так вот он выглядит. На самом деле, зимой. Сейчас подойдём всё это снимем. Пенопласт какой-то. Водичка, водичка. Ну, видели, да, на мост, на пирс точнее поднимались, но там мутновато всё равно. После шторма ещё не всё осело. Попробую чуть-чуть согреть руку, поснимать другой. Кстати, по идее, я уменьшил качество видео. Должна более качественно работать, стабилизация от телефона. Вот он как-то будет выглядеть на самом деле. Надеюсь, улучшится. Палочки всякие вот. Любители собирают там лофтов, сынов, всяких изделий, палочек. Я пойму, тут вообще просто залежи красивейших вещей, которых можно любить и любить. Вот, блин, я иду и хрущу всем этим ракушкам. Многое, большая, очень гигантская часть России. И любители ракушек сейчас будут завидовать в моей прогулке. Они, наверное, с мешками в шрибы собирают. Я штук 10 себе насобрал дома, положил. Я крупных брал, храпаны там, которые в видео собирал. О, можно даже такую фотку сделать. Ой, сколько их. Двигаемся дальше. Вон, заборы прямо уже на барханах. То есть вот, буквально, сколько, 70 метров? Нету, наверное, даже. И уже вода, и вот там народ вгородит загородочки по барханчикам. Нормально? Как говорят, мы не воруем государство, берем свое, да? Жесть просто. Вот что вы превращаете пляжи? Ну, просто приходите на море, ходите нас водить. Но там море, песок, барханы, красиво. Тут, на, колючая проволока. Чувак. Вот это центральный выход. Джемотэ. Пляж. Я же понимаю, вообще полностью его забили. Тесно, как отсюда люди выходят на море. Чтоб не заносилось песком, водой. Разобрали по максимуму. Называется Джемотэ-2. Это по улице Песчаный выход. Пляж общего пользования. А вот, дырка есть для выхода. Вот и горячая кукуруза. Вот так вот это все выглядит. Ну, двигаемся дальше. Вот, кстати, видите, тоже. Такие-то эти бунгалки поставили. Народ видела, сидели, пили, куили. Сейчас вот такое заброшенное состояние. Хотя, вот смотрю, кто-то здесь все-таки убирался. Видите, кучки они такие оккультурные, сложенные. В самом деле, хорошо, он туда, в дальнюю сторону. Значит, мы сейчас уберут. По отношению к тому месту, где мы сейчас были, можно сказать, даже очень чисто. Вроде так близко, да? Вон они, все эти крыши на горизонте. Двигаемся в сторону них. Джемотэ, получается, я уже прошел. Буквально километр, наверное, на расстоянии. И я должен, буду уже подходить к речке, которая на Юнге. Получится, у меня остался кусочек пляжа, наверное, здесь целиком не снятый. От Тики-така и до этого, этого, этого или того. От Тики-така до Бюфинария, который находится на Кинесном проспекте. А так, весь остальной пляж уже отснят на видео. Какую-то часть летом, какую-то часть в это время года. Так что, если будет кому-то интересно, можно будет поискать и посмотреть на весь его. Надо, значит, этот пробел будет устранить тоже, как-нибудь на днях выберусь туда. Хотел ехать в Суко, но поеду туда чуть попозже, потому что пошел снега. Думаю, горы-не горы, резина летняя. Немножко как-то опасно. Смотрите, тоже самое уже прям по баханам застрой. Главное, что я такие, как бы, типа, легкие, бревенчатые местами дома. Тут, типа, наверное, не капитальное строение. Что-то в этом духе. Там, как на капитане, крыша там, трубка стоит. О! Хочешь шум, да? Шум моря. И ты идешь, смотришь на ракушки. Все, интересное место, да? Для постоянного жительства. Особенно, вот, те, кто прожил свою жизнь, где-то на севере, там, работали, работали. Вот мне недавно звонили одни люди, хотят... Ух ты! Смотрите. Видите, такое крабище на вас. Я так, очевидно, ай! Давно не видел. На вас нападет море. Так, вот их два. Гай! Наздела фотки, вот еще третий. Погибло сразу три краба у маленьких. У маленьких не считаем. Крупных таких. Хотя, вот, мне даже понятно, что с ним могло там случиться. Вот еще один. Ну, жизнь, наверное. Вот, куча-куча всяких веточек. Палочек. Говорят, что очень много в этом году палок из-за того, что там вот Крымский мост строит, там что-то срезает, какой-то грунт, попадает много веток в море. Из-за этого и много как бы убрасывает у нас. На самом деле, туда дачу за Анапу. Там же очень много пляжей, на которых деревья растут прямо вдоль берега. То есть, вполне возможно, там какие-то деревья падают, море попадает. Поэтому все скидывать на этот Крымский мост, наверное, думаю, не стоит. Что-то пластиковое фигня наберете. Ну, посмотрите, сколько я прошел. Вот эти. Уже пирсов даже нормально не видно. Вот такая красивая моречка. Двигаемся. Будем останавливаться, будем замерзать. Это вот какой-то пансионат уже. Пляж, выход. Что-то знакомое я, по-моему, здесь тоже что-то фотографировал. Снимал дверь, как раз оттуда выходил. Это напротив Алимпа, по-моему. Уже вижу таблетки жемчужинские. А что-то меньше, меньше мне остается идти. Как минимум, уже таблеток я уже буду дома. Так, вот всем, тем, кто смотрит, не забывайте, заходите на мой канал в YouTube, кстати, комментарии, подписываться на него. Мне это очень важно и приятно. Сидим всех своих подписчиков. Очень-очень. Так, еще из таких огромных заявок меня просят погулять по Анапе. Поснимать, наверное, на днях это сделаю. Сейчас работы пока нету. Ищу заказы. Пока нет заказов, буду делать для лосьон. Так, вот, тропанчиков становится меньше, ну и все, еще очень много. И так тут разрознено. Там, там, там валяются. Таких вот прям залежь еще. А хотя, о, только скал нету, и вот все, вот, кусок берега прям не... Кто-то забыл. Эх, как будто, железный фигнир на пляже. Ну, тоже, видите, вот, я говорю, кучка их. Кучка, 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 кучка. Прямо красивыми рядами кто-то выложил. Ну, такая природа. Сама чистится от всей грязи, которая пытается ее... Просто нас у нас становится слишком много, слишком много грязи. То же самое море уже очень тяжело ему справляться с таким количеством людей. О, в моей руке 29 минут уже гуляет юрец. Зато, наверное, клево будет. Я вот, честно, сам некоторые свои видео так смотрю, прям вот, тащусь. Фигню иногда всякую говорю. Но... Мне нравится. Это самое классное, когда ты что-то делаешь, не просто так, а то, что тебе нравится. Мне нравится снимать эти ролики, мне нравится заниматься фотосессиями и то же самое. И со строительством. Тащусь, когда вот что-то получается, сделано своими руками, все и красиво. В том, даже смотришь, думаешь, блин, это правда я. сделал. Катаются какие-то дяди, по-моему, чуть-чуть там формы даже какая-то была, может. Что-то типа рыбный обзор. Двигаемся, двигаемся. Что-то это... Ах, стань, он за кран где-нибудь, за Бахханом. Смотрите, это тоже Баххан. Вот забор пытался появляться на Баххане. Местами появился, и все. Все. Пережитки Джеймэнте. Случал-то, кстати, название давным-давно нам в рассказах. о том, как девушка заказывала такси на земчужине России. Мне говорит, даджи-мэнте, водитель развернулся и поехала кругом катать. вот горстка была. Оставили, значит, будет и в следующем году. самая классная сегодняшняя прогулка эта вещь, что мне ветер поддувает, он такой прохладненький, он дует спину, облегчая мне путь. Вообще классно. Я, честно, даже потерял, в каком районе я нахожусь. пансионаты, пансионаты, но мой ориентир будет юга и речка. Надеюсь, я до нее уже скоро доберусь. что-то я подзамерзаю. Не я именно, а вот именно рука. Каждый раз же надо брать перчатки, надо брать перчатки и каждый раз их оставляю дома. Вот видите, какие-то буйки в море. 100% сетки стоят. А катающиеся вдоль берега их и охраняют. Тут видите, до Баханов были волны, но тут никто не стучит право убирать. Вот как мы и дрожи с центрального пляжа Дземонтань, там вот как-то пытались чуть подубрать. Здесь же нету этого. Ширяется береговая полоса, подходя от Джемотэ, и к Витязе он становится сейчас шире-шире-шире. То есть, если там было 50-70 метров, то тут же метров 200 только до начала барханов. Сейчас ставим барханы. Сейчас, посмотрю, там вроде надпись есть, после чего я в данный момент приеме не нахожусь. Попробую вам озвучить, могу прочитать. это написано кафе. В общем, я уже готова кафе. Кафе-столовая. Я примерно понимаю, вот сейчас мы находимся в районе Олимпийской деревни. Вот это место на Пионяшском проспекте, наверное, если не ошибаюсь. Значит, нам еще чапать и чапать и чапать вперед. Значит, 40 минут не закончится наш видеоролик. Так, смотрите, сколько еще этих. Рапанов, 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 рапанов. Они просто не скончаются. Ну, идем дальше. Тем более, настроение сегодня хорошее. Я уже думал, где-то здесь будет выход на Пионевский проспект. Я сверну и дойду до дома. Ну, или доеду на маршрутке, если подзамерзну. Но, оказывается, мне еще идти, не зря я сомневался, что я могу не дойти, но проявляем силу воли и попремся дальше. Сок мягкий становится. Возле воды тяжко идти. Можно провалиться. ветер поворачивается. Боковой справа становится. Ай! Вот это, на самом деле, что-то вообще неприятно. Еще, что-ли, больше? Ну, примерно такой же краб. крабовая гибель была, что-то, причем крупных таких полвыбрасывало. Я за один день настолько крабов не видел вообще никогда. Может, не обращал внимание. Там впереди каких-то людей гуляющих. А то я уже иду один-один-один-один и какого не это. Что-то ракушки собирал. Посмотрите, красивые, да? Их тоже много. Вон, буквально. Еще один. Вот как мусор вот такой черный выкинет и там сразу куча крабов таких. Двигаемся дальше. Здесь сейчас температура вот такие снеговые облака начнет уменьшаться и снежок усилится. Я думаю, нас завалит снегом. Сегодня с утра моя машина была в снегу. Ну, пока я там ходил, дела делался, вышел. Там мелкие следы от снега остались. Поэтому ладно. Не будем заморачиваться. кто-то плывет. Черный утка какая-то вдалеке. Мелкая ракушка. Здесь тоже Бахан близко расположен. Это тоже высокий высокий баханчик. Мне кажется, я приближаюсь к Юнге. И до нее мне остается все меньше и меньше. Прям чувства такие. Не знаю, откуда они. Но есть. буквально еще метров триста я должен быть фазе там. Все, утка сваливает. Свалит. Увидел меня и я от берега давай отплывать. Зачем-то она сюда вплывала. интересно. быстрее, быстрее, быстрее. Не взлетает, а именно плывет. Видно, что побыстрее работать стало лапчем. Все, да. Я вон она, походу, впереди проход Юнге. И я это сделал. И я дошел практически. Ну, сейчас будет такой бомб от него. Нет, это должен быть он. Смотрите, надо на порассеялось. Немножко облака. И вот так вот это выглядит. Вот он отсюда туман. Это как будто корабль такой стоит город. Вот такая красотища. Вот он этот пирс, откуда я шел. Ну, все, пойдемте добивать. Все-таки в 40 минут практически я вкладываюсь. может в 45. Но встает все дедушка. И это к счастью на самом деле. Я практически добираюсь до своего пункта назначения, до куда планировал. Потому что я уже начал совдеваться. Особенно сейчас ветер повернулся с правой стороны. Начал быть в лицо. стало совсем некомфортно. Думаю, может свалить. Такие мысли посещать меня стали. Но все-таки я смогу... Ух, смотрите, что это? Это явно не... Хотя может подводное растение. Смотрите, какие бревна. Беревна. в ракушках плыло долго, коротко. Ли. До плодочек не. О! Сибур. Суши. Я вспомнил. Меня просили сделать и кстати и сделаю. буковка О, если я не ошибаюсь. Буква О на фоне Мау Ли. Движемся, вперед осталось там чуть-чуть. Заходится сбежать от счастья. Нет. Мы пойдем. Идешь по берегу, все равно немножко меняются ракушки, то есть песок. Допустим, если там что-то более крупный фракция была. Сюда мне кажется, здесь более мелкая. Вот. Чего лишь кажется. О, я впереди вижу армию небольшой из чая. Мне так нравилось полутра мы все лето гудить. Одна и всего выделит не буду я со всеми там на заднем фонде ее еще чайки буду я тут одна. Полетел. там целая толпа в воде стоит я понимаю не знаете что делать рыбачат выкидывают рыбку мелкую и она начинает пытаться свалить по этому ручейку они ее ждут и жрут так такая замануха а не рыбалка называется олень искать ее нырять в ней вот нашли такой перекат перелив и все тупо охотится вот реально это надо додуматься говорят у них мозгов нету то есть вот видите вода отсюда заходит получается вот оттуда и сюда она стекает они стоят они когда рыба появляется они ее жрут я думаю ненадолго отсюда свалили это хлебное место они сюда еще вернутся молодцы вот есть вот какая-то рыбка видите ручей идет и рыбка может сюда попадать но если она сюда попадает ее сразу съедают часть все просто никаких таких хитростей других нет и вот все таки я был прав я подхожу к юнге пройдем сюда моего мостика на котором в прошлый раз я закончил на котором в прошлый раз я закончил свою съемку также я с вами попрощаюсь до следующей съемки скоро закончится месяц будет опять съемка на параллии посмотрим как там в это время года без нас зимой у нас честно пока не пахнет бывает выходишь на улицу все запахло зимой здесь запаха этого еще нету все тоже очень странно на самом деле хоть бы уже снег появился чем ближе к видите тем меньше рапана как ни странно чайка ждет мелких рыбок которые могут выйти из этой речи можно конечно перейти здесь и пойти пешком дальше домой ну посмотрим сейчас хожу на мостик все-таки в прошлый раз я был с той стороны реки с этой тоже вот они кстати рапаны появились вот их очень очень много смотрите какие красивые разливы перекаты на песке от этой речки уровень воды поднялся и сразу она ожила хотя летом помните я приходил тоже сюда снимал когда я проход вообще там глимые болотца больше ничего тут кстати можно неаккуратно наступить как взвучьи пуски в пески уйти на как здесь пойду через нее и не вроде поезло сок удержал не провалился по по как качество стабилизация видео будет лучше ли с использованием более кучу настроить для видео, ну как кучу, я не думаю что особо кто-то смотрит мои видео в Full HD, а я снимал это HHD получается, и QHD снимал, 4К не снимал, это смысла особо вообще не было, но за счет того что более кучу качества должна быть более лучшая стабилизация видеоролика, здесь получится полноводная речка Юнги, в общем пока, в общем хочу сказать огромное спасибо всем тем кто шел со мной, вон оно моречко, сзади я стою на мосту, сзади меня пионерский проспект, санаторий Юнга, мы прошлись от Тикитака до Юнги по берегу моря, надеюсь вам понравилось, если вы тем более досмотрели это место подпишитесь на мой канал, не забудьте поставить лайк, буду вам благодарен за это, поделитесь моим видео со своими друзьями, всем пока-пока, хорошего настроения, будьте счастливы, скоро Новый год, поздравляю всех к наступлению этого интересного праздника, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok